Девушки отдыхают Но самые авторитетные и уважаемые критики, которые в праздничную ночь самоотверженно отсматривали все то, что приготовили разные каналы, говорят, что Новый год с РЕН-ТВ был самым уютным, домашним, теплым и искренним. Мы, конечно, понимаем, что в ту ночь вы то и дело переключали разные каналы и ни на чем не могли остановиться. Наверное, нас увидели мельком и эпизодически. Но не расстраивайтесь, в старый Новый год все повторится. 13 января мы вновь собираем наших друзей на РЕН-ТВ. Праздник. Продолжайте. Может быть, не отсюда, а вот оттуда. Мы не нагромождали вычурную декорацию, не вешали много мишуры в прямом и переносном смысле. Для съемок мы нашли чудное камерное место в самом центре, можно сказать, в самом сердце Москвы. И устроили там все как дома. Полумрак, запах елки и, о, один баран, исполняющий символическую роль теленка на всех. Я думаю, что вам еще больше захочется провести с нами старый Новый год, когда вы узнаете, что хозяином в тот вечер будет народный любимец Владимир Молчанов. Или попросту Кириллович. Кириллович, гость пошел! Владимир Кириллович, гости приехали! Господин Молчанов, народ приехал. Уже? Да. Ну что? Вы знаете его только как академичную личность бабочки. Но это еще и потрясающий, остроумный человек с богатыми воспоминаниями, интересными историями и такими друзьями, которые, только работая с ним, могут предстать в подобном виде. Вы знаете, для меня, как для человека сравнительно нового в телекомпании, этот Новый год стал настоящим откровением. Один раз я была в хорошем дорогом кафе на далеком западе, где официанты, повара, сам хозяин мгновенно переуплощались и выяснялось, что они шикарные певцы, отличные танцоры, талантливые музыканты. А у нас в телекомпании все наоборот. Сегодня продюсер, а завтра бармен, виртуозно играющий шейкером. Наш бармен, человек с изысканным вкусом, эстет и, пожалуй, единственный интеллигент, которому посчастливилось хотя бы на одну ночь стать барменом. Композитор и музыкальный продюсер РЕН-ТВ Владимир Довыденко. Тот, кто дает нам возможность слушать все самое лучшее, что есть в мире на нашем канале. До этой ночи был человеком абсолютно непубличным. Рьяно скрывал свое лицо и отбивался от прессы. И вдруг такая экспрессия, такая фотогеничности органика. Впрочем, за барную стойку он встал с горя, поскольку рояль в этих кустах не поместился. Я к вам приехал на санях. Бросил конюшню и приехал на санях. Никто не удивился внешнему виду этого человека, когда он явился на праздник. Юрий Рост вообще такой непредсказуемый по жизни. Вот, скажем, недавно газеты представили его как курдского шпиона. В общем, с ним никто особо не церемонился. Его просто тут же сослали на бывший скотный двор, жарить его единственного бывшего обитателя, барана. И Рост не обиделся, потому что его всегда тянуло быть ближе к народу. Юрий Михайлович, Юрий Михайлович, если так тепло, я бы хотела прямо сейчас вот задать вам один вопрос. Можно вот у вас узнать? Скажите, пожалуйста. Все брошу, да? Ну, Юрий Михайлович, ну у вас здесь так тепло, ну пожалуйста, скажите. Вот для программы еще не вечер, буквально два слова. Ну, вообще... Сами говорите, еще не вечер. Вот сейчас приготовим, будет вечер. То есть вы не отказываете? Я вам отказываю. Как журналисту. Хорошо. Что еще удивительно, у звезд эстрады только для нашего канала нашлось хотя бы по одной песне, но все же и собственной репертуар. В Москве на Зубовском открылась контора, где собиралась компания, в которой такие люди попадались в коридор, что от волнения хотелось снять парик. Там заправляли некто Дима и Ирена, она была с собой пролесна, как Сирена, а он крутой шатан внушительного роста, носил ботинки элегантнее, чем у роста. Еще там был рязанский паренек Ильдарчик, он был для всех, для нас почти что иностранщик, тайком он ездил вечерами до Парижа, как будто бы снимать там сериал, да? На самом деле разменял восьмой десяток, он был до дамских ручек прямо, скажем, падок, и в дом Парижа ходят слухи с Бородоном, тайком встречался он с Лорелой и с Жирардой. А вот этот, вот этот мордатый ужастик, это кто? Это вы, Ильдар Александрович, это вы, вот видите, по-моему, очень похожий, какой симпатичный. Я пока уйду, чтобы не перепутали тут ничего. Мордатый ужастик, много сейчас. Мордатый ужастик, много сейчас. Мордатый ужастик, много сейчас. Самая большая проблема перед Новым годом, это правильный выбор режиссера, который будет готовить новогоднее представление. Это должен быть человек не только талантливый, но и дисциплинированный, жесткий, злой и грозный, чтобы развеселившиеся участники его боялись. Наш режиссер держал нас в черном теле Не закусить, не потанцевать Я уже 4 месяца рассказываю вам о телеканале РЕН-ТВ Хотя достаточно всего лишь посмотреть нашу новогоднюю программу Которая будет еще раз показана в Старый Новый Год Для того, чтобы узнать о нас Но если не все, то очень многое Вот мы все как на ладонь А вообще не показалось ли вам То и дело переключавшему кнопки телевизора Что в этот Новый Год Хотелось быть чуть меньше вычурности И чуть больше простоты Меньше искусственного блеска И больше искренности и тепла Недаром же многие из вас Десятый, пятнадцатый, двадцатый раз Смотрели Иронию Судьбы Тогда оставайтесь в Старый Новый Год С каналом РЕН-ТВ Я думаю, вам это подойдет Приятного вечера Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова